Новости среды в прямом эфире репортера. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. Еще 60 дней в СИЗО решением Киевского суда Одессы проведет Виталий Назлымов, глава казацкого кадетского корпуса. Его обвиняют по трем эпизодам, в том числе в подготовке убийства общественного деятеля Сергея Гуцелюка. Сам процесс, который длится уже два года, близится к финишу. Стороны перешли к судебным дебатам. По мнению защитников и самого обвиняемого, вменять ему хранение в районе 411 батареи оружия и боеприпасов, которые изъяли в ходе обыска, в следствии права не имеет. Признать эти, я не знаю, какое-то количество, порядка 200 патронов боевыми невозможно по той простой причине, что при пересчете, свидетель этого науки, я запись сказал, многие рассыпались. То есть это какая-то, я не знаю, что это такое, но возможно это осталось еще со времен войны, в конце концов это 411 батарея. Да, действительно, в моей квартире, так как я занимаюсь детьми, у меня есть много ММГ. РПК, АК, АКМ. То есть их достаточно. Многие из этих ММГ массогабаритных макетов дарили сами родители. Обратите внимание, вы мне вину вменяете скорпион. Где? Вы видели в протоколе обыска, что у меня дома найден скорпион. У меня найден ММГ УЗИ, а не скорпиона. Защита пользуется приемом, ну, наверное, единственным доступным им это все отрицать. И все как бы дезавуировать, говорить, что это патроны плохие, что этот автомат не тот автомат. Но экспертиза доказана, что это боевые патроны. Действительно, сам Назлымов имел причастность к ним, как у себя в спортивном зале, так и на полосе препятствий на 412 батареи. Есть экспертизы, есть отпечатки пальцев. Прокурор требует 14 лет тюрьмы с конфискацией для Назлымова, а вот адвокат Гуцалюка и того больше пожизненного заключения с конфискацией и компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч гривен. Сам Гуцалюк считает, что его заказали российские спецслужбы. Мы всегда были на разных политических платформах до начала войны с Российской Федерацией. А это как раз был квитин-месяц 15-го года. Початок войны. И нужно было российской стороне сделать некоторые знаковые события в Одессе. Знищить кого-то из гражданских деятелей, политических деятелей, провести какие-то характеры относительно органов местного сооружения. И они тогда еще пытались организовать там уничтожение отделов полиции. Милиции, вернее. Вот у них было такое завдание. Следующее и, возможно, последнее заседание по делу Назлымова состоится 16 августа. В Ананевском районе Одесской области задержали убийцу пропавшего 19-летнего юноши. Им оказался 25-летний мужчина, житель села Жеребково. Причиной трагедии стало употребление алкоголя, а затем и спор, возникший на почве спиртного. Убитый получил несколько ранений ножом, два удара топором по голове и был закопан в лесу. В настоящее время, вышеуказанный гражданин, который обоснованно подозревается в совершении убийства, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, открыто уголовное производство по статье 115 части 1. Проводятся неотложные следственные действия. Число месяцев рождения? 23 июня 1992. Где вы проживаете? В Слеже Ребково. Гражданином какого государства являетесь? Украина. Расскажите о событиях, которые имели место быть 29 июля 2017 года. В этой неделе мы с Славиком сидели у меня дома, распевали, говорили, общались с ним. После этого разговора он телефон швырнул об стену и разбил. «После на нервах пошел в другую комнату и начал бить блокно на стену. Если взял нож, то тогда, что с ним роби, они его там так кидают. В итоге он более начал наступать. Я смотрел его за руку, який был нож, развернул и всадил в него. Было более трех ударов. Живых. Он упал на землю. Я взял топор и ударил его зверху. Сколько раз топоромоделили? Раз или два. Дальше выкинул топор. Куда? Возле него. Выкинул топор, вышел из дома, укрыл и ушел. На следующий ночь я взял тачку и пришел за ним. Замотал его в целлофан, погрузил на тележку. Погрузил его. Ну, в принципе, замотал клеенку и вывез на территорию Гоша-Бринкунта. Там выкопал я. Туда я его положил и снял клеенку. Туда я его положил и засыпал землю. С какой целью вы это сделали? С целью это поступление. И в Одессе запустили приложение, которое позволит таксистам срочно вызвать полицию. Красной кнопкой оборудовали 300 машин такси. Пока это пилотный проект, который работает только в Одессе, в будущем приложение должно появиться на мобильных всех таксистов в Украине. Приложение довольно-таки простое. Если вдруг у водителя какая-то экстренная ситуация, он может нажать кнопку, координаты приходят на пульт и в течение 5-10 минут приезжает машина ГСО, патрульная полиция. Мы сьогодні досить пледно працюем над тем, что мы установим кропки тревожной стандартизации на объектах дорожнего сервиса, например, автозаправленные станции, зупинки громадского транспорта, культурно-награждательные заклады, которые дают возможность терминовать полицию и охрану, натиснувши кнопку. Если говорить о такси, то это инициатива Одессы, и мы ее будем обширивать по Украине. Она спрямована именно на то, чтобы сделать контакт полиции и граждан最 коротким. В среду рано утром на Люздорфской дороге легковушка влетела в опору билборда. Водитель Митсубиши превысил скорость, не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, от удара легковушка загорелась. Случайные очевидцы происшествия помогли мужчине и женщине выбраться из салона горящего авто и вызвали полицию. Правоохранители, которые прибыли на место ДТП, потушили пожары и констатировали, что пострадавшие, в том числе водитель, были в состоянии алкогольного опьянения. И в Одессе минувшей ночью хулиганы бросили краску в фонтан на Соборной площади. В результате вода стала зеленого цвета. На предприятии оценивают ущерб в 3,5 тысячи гривен с начала летнего сезона. Это уже третий подобный случай вандализма на Соборке. Одесситов лишили в этот день иметь удовольствие отдыхать у фонтана. Сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы очистить этот фонтан и к вечеру его по новой запустить. Возобновить работу фонтана планируют уже к вечеру. Также стало известно, что в ближайшее время заработает фонтан в уголке Старая Одесса, возле Тещиного моста. В начале лета неизвестные разбили установленную на нем статуэтку женщины с кувшином. Сейчас фигура восстановлена, и специалисты подключают фонтан к сетям. Гей-парад в Одессе планируют провести 13 августа. Начнется с шествия от Воронцовской колоннады. Помимо марша в рамках фестиваля для гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных меньшинств запланированы лекции, выставки, круглые столы и просмотр тематических фильмов. Одесская организация правосектора уже заявила, что планирует сорвать гей-парад, объясняя это защитой консервативных ценностей как прочной опоры украинского государства. Священнослужители христианских церквей также выступают против ЛГБТ-движения в Одессе. Они обратились к губернатору Максиму Степанову и мэру города Геннадию Труханову с просьбой отменить фестиваль. В тот же день, 13 августа, в полшестого вечера на Греческой площади стартует альтернативное христианское шествие за семейные ценности. Я напомню, в прошлом году в Одессе на подобном марше равенства полиция задержала 20 радикалов, пытавшихся спровоцировать массовые беспорядки. В июне гей-парад прошел и в Киеве. Столичные правоохранители задержали горячих голов, которые устроили потасовку. И в Одессе с 10 по 14 августа пройдет чемпионат мира по предпринимательству. В турнире будут участвовать молодежные команды, которые представят жюри свои бизнес-проекты. Презентовать идеи будут в двух категориях социальное предпринимательство и бизнес. По словам организаторов, на чемпионате соберется элита бизнеса из 30 стран, в том числе из Канады, Нигерии, Соединенных Штатов и Японии. Этот чемпионат мира – это очень значимая вещь для всей нашей страны. Потому что у каждого мероприятия, у каждого события есть идея и есть ее значение. И самая главная идея этого чемпионата мира, что мы обучаем детей предпринимательству, мы обучаем детей, как создавать новые, уникальные, инновационные продукты и развивать экономику своей страны, развивать ВВП. И то, что эта программа приехала в Украину и в Одессу заслуга наших студентов, которые многократно занимали высокие места на чемпионатах мира, и Украина, как страна, получила право принимать у себя чемпионат мира. Когда студенты победят, что это означает? Ну, в первых 10 минут жюри будут читать их написанный аннерийный репорт. В следующих 10 минут, или 13 минут, студенты представят мультимедиа вербальную презентацию. И в последние 7 минут студенты задают вопросы из панели. Одесса принимает чемпионат благодаря регулярным успехам украинской делегации. В этом году нашу страну представят юные одесские предприниматели. Мы разработали систему отслеживания общественного транспорта и просчета времени прибытия в любую точку города. Причем эта система комплексная, она состоит из нашего городского сервера, из наших GPS-трекеров, которые находятся в общественном транспорте, а также из нашего приложения и информационных табло по всему городу. По поводу нашего проекта я хочу сказать, что оно состоит из двух частей, даже из трех. Первое из них это приложение, которое помогает почитать точное время прибытия транспорта, а также и всю статистику, и кто пользуется транспортом на данный момент. И столичная компания «Укрбуд Трансгаз» выиграла тендер на реконструкцию фасада в Одесского морвокзала и концертно-выставочного зала. Результаты конкурса огласили в администрации морских портов Украины. Как сообщил представитель компании в тендерном комитете, работы обойдутся в 12 миллионов 950 тысяч гривен. Это почти на 200 тысяч дешевле, чем планировалось изначально. При этом подрядчик обязуется уложиться в сроки, отведенные на выполнение работ. Это не более 210 календарных дней. Обновленный фасад морвокзала должен стать кинетическим. 5 тысяч пластин под воздействием ветра будут создавать эффект волны. И в Одессе проходят полицейские гонки. Копы из разных областей Украины соревнуются с скоростью. Победителей ждут денежные призы. А вот сколько именно денег они получат, решат непосредственно их начальники. За соревнованиями наблюдала моя коллега Анна Городенцева. Это, конечно, не настоящая погоня, а лишь ее имитация. Но полицейские говорят, с таким встречаются часто. Работа и стала лучшей тренировкой перед первым полицейским ралли в Украине. Все зависит от обстановки. Во-первых, все нужно думать за жизнь людей. И то, что нас дома ждут. Перед началом соревнований все команды продефилировали на служебных авто. Всего 28 команд из разных областей Украины. Судя говорят, для победы в первую очередь важна скорость. Маневрование на службовом автомобиле. Оно включает в себя два вида. Первый вид – это будет общая полоса препятствий, которая входит в объезд таких фигур, как, допустим, змейка, парковка в бокс, заезд на стоянку, движение задним ходом по змейке, определение такой фигуры, как круг, эстафета и финиш. А вот в подарок лучшие из лучших получат деньги. Но какая именно сумма выигрыша – организаторы пока ответить затрудняются. Анна Граденцева, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Такой была информационная среда на «Репортере». Оставайтесь с нами. Дальше больше интересного. Увидимся в этой студии. Счастливо!